Звенит, заливается школьный звонок, нас ждет интересный, полезный урок. Чудесным пусть будет у вас настроение, легко и прелестно дается учение. Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Желаю вам с таким чудесным настроением с легкостью справиться с любым упражнением. Ребята, объедините слова в две группы. Семья, спорт, дочь, игра, соревнования, сын, состязания, мама, папа. Проверим, что у вас получилось. Первая группа. Семья, мама, папа, сын, дочь. Вторая группа. Соревнования, спорт, состязания, игра. Первая группа. Назовите одним словом первую группу. Правильно, семья. А как можно назвать семью, которая активно занимается спортом? Верно, спортивная. Лексическая тема нашего урока. Папа, мама, я, спортивная семья. Тема нашего урока. Группы слов с предметным и абстрактным значением. Слова, близкие или противоположные по значению. На уроке вы узнаете, в каких группах объединились имена существительные. Различать и делить существительные на группы по их значению. Откройте тетрадочки и запишите сегодняшнее число. В минутке чистописания пропишите соединение строчной буквы F и элементов верхней и нижней петли. Ребята, а теперь давайте проведем исследование в учебнике на странице 32. Рассмотрите облако слов и распределите существительные в два столбика по их значению. Добро, отзывчивость, отдых, смелость, котенок, щенок, зло, белочка, козленок, жеребенок, поражение, старт, щедрость, теленок. Сначала давайте вспомним правило. На какие группы делятся имена существительные по значению? Имена существительные по значению делятся на группы. Слова с предметным значением и слова с абстрактным значением. Слова с предметным значением – это предметы живой и неживой природы, предметы, созданные руками человека. Сестра, дерево, дождь, окно, заяц и так далее. Слова с абстрактным значением – это такие слова, которые трудно увидеть, потрогать. Ум, мудрость, мысль, радость, счастье. А теперь давайте проверим, что у нас получилось. Слова с предметным значением – это котенок, щенок, белочка, козленок, жеребенок, теленок. Слова с абстрактным значением – добро, отзывчивость, смелость, отдых, зло, поражение, старт, щедрость. Найдите и запишите слова с противоположным значением и слова с близким значением. Каким еще словам можно подобрать пару? Слова с противоположным значением – добро, зло. Слова с близким значением – добро, отзывчивость. Подберем к словам пару с противоположным значением – отдых, работа, щедрость, жадность. Подберем к словам пару с близким значением – поражение, неудача, смелость, храбрость. Выполним следующее упражнение. Прочитаем рассказ. У каждого члена нашей семьи есть свой любимый вид спорта. Папа посещает секцию волейбола. Мама ходит заниматься аэробикой. Брат Джасулан любит играть в пионербол. Бабушка с дедушкой зимой каждые выходные катаются на лыжах, а я занимаюсь дзюдо. Вот какая у нас спортивная семья. Почему автор называет свою семью спортивной? Верно, потому что каждый член семьи занимается своим любимым видом спорта. Вставьте пропущенные буквы и запишите текст. Проработаем буквы. Семьи. Ударение падает на второй слог, на гласную И. Проверим безударную гласную в первом слоге и подберем однокоренное проверочное слово. Семьи. Пишем гласную Е в первом слоге. Посещает. После шипящей Ща пишем гласную А. Сочетание Ча-Ща пишем с гласной А. Зимой. Ударение падает на второй слог, на гласную О. Проверим безударную гласную в первом слоге и подберем однокоренное проверочное слово. Зимой. Пишем гласную И. Выходные. Ударение падает на третий слог. Проверим пропущенную гласную во втором слоге О. И подберем однокоренное проверочное слово. Выходит. Пишем гласную О. Спортивная. Ударение падает на второй слог. Проверим пропущенную безударную гласную в корне О. И подберем однокоренное проверочное слово. Спорт. Пишем гласную О. Прочитайте диалог отца и сына на странице 32. Тимирлан стал чемпионом подзюдо. Интересно, почему, когда с соревнования проходят в нашей школе, я всегда выигрываю? Спросил у брата мальчик. Это просто совпадение, сказал Жасулан. А вот и нет, возразил отец. Дома и стены помогают. Причем тут стены? Возмутился Жасулан. Тимирлан молодец. Целый год тренировался. Ребята, а как вы понимаете смысл пословицы «дома и стены помогают»? Смысл данной пословицы заключается в том, что дома дела будут идти лучше, чем где-либо. Можно понимать так, что бывает человеку не здоровится, а он где-то далеко, но стоит ему вернуться домой, как он выздоравливает. Иногда и врачи из больницы выписывают того, кто не совсем долечился и выздоровел, и говорят при этом «дома и стены помогают». Еще есть выражение «мой дом – моя крепость». Стены родного дома способны помочь человеку выздороветь. Итак, ребята, давайте вспомним, как называют семью, которая любит спорт. Отлично, ребята! Это спортивная семья. Создайте спортивный портрет своей семьи по плану. Напишите о спортивных традициях в своей семье. Нарисуйте рисунки или наклейте фотографии. Представьте свою работу. Папа, мама, я – спортивная семья. Зимой мы катаемся на горках. Наша семья любит спорт. Я люблю заниматься на брусьях. Подумайте, какой текст о спортивных традициях своей семьи можно составить? Послушайте примерный текст о спортивных традициях семьи. Наша семья – самая спортивная. Мы все вместе любим гулять на свежем воздухе. Зимой мы катаемся на горках, а летом – на велосипеде. По утрам мы делаем зарядку и бегаем по набережной беговой дорожке. В выходные дни мы плаваем в бассейне. Заниматься спортом полезно для здоровья. Напишите о спортивных традициях в своей семье. Нарисуйте рисунки или приклейте фотографии на альбомном листе бумаги и отправьте свои работы учителю для проверки. В завершении урока давайте вспомним, что вы узнали на уроке. Вы узнали, что имена существительные делятся на группы по значениям. Слова бывают с противоположным и близким значением. Вы научились находить слова с противоположным и близким значением. Правильно, ребята! Вы все это узнали и нашли слова с противоположным и близким значением. До свидания, ребята! До новых встреч! Продолжение следует...